Всем привет! Для всех любителей очень длинных игр, основательно покопавшиеся, я собрал третью часть игр, которые при полном прохождении подарят 100 и более часов геймплея. Причем в этот раз я постарался совместить как новые игры для современного железа, так и те, которые запустятся даже на слабом ПК. Абсолютно неожиданное, потрясно написанное и отлично сбалансированное изометрическое РПГ старой школы в постапокалиптическом мире. События происходят в далеком будущем, где жизнь на поверхности планеты стала невозможной. Человечество живет под землей в огромных городах, соединенных тоннелями метро. Как человек, который наиграл в эту игру больше 130 часов, могу сказать, что это настоящий РПГ с широкими возможностями по созданию билдов, богатым набором перков, продуманной системой крафта, большим и мрачным миром, а также нестандартным подходом в получении очков опыта, который подталкивает игрока к исследованию. Пусть вас не обманывает простая графика или на первый взгляд простой геймплей, тут есть баланс, отличный сюжет и продуманный мир. Total War Warhammer 2 Все лучшее, что было в серии Total War и топовая фэнтези-вселенная Warhammer слились в единое целое и породили одну из лучших фэнтези-стратегий, что я видел. Здесь на полях сходятся огромные армии в несколько тысяч юнитов, где великаны крушат целые отряды, неисчислимые орды нежити заваливают трупами армии гномов, а магия способна за считанные секунды перевернуть чашу весов в противоположную сторону. Все расы здесь довольно сильно отличаются друг от друга технологиями, армиями, событиями и экономикой, а также своими уникальными механиками, что дает игре большую реиграбельность и в ней запросто можно оставить 200-300 часов своего времени, причем игру постоянно допиливают. Каждые пару месяцев выходят апдейты, фиксящие большинство проблем и поправляющие баланс, а также обновления, приносящие много нового. К слову об обновлениях. Если тебе наскучил внешний вид твоего телефона и хочется чего-то нового, то закажи себе уникальный чехол или аксессуар в онлайн-магазине KS Place. Здесь ты найдешь большой выбор разнообразных чехлов на самые разные модели телефонов, даже на те, которые уже не выпускают. К примеру, на твой старенький айфон. На сайте есть много классных принтов на любой вкус, от игр до тематики киновселенной Марвел. А если ты хочешь создать что-то свое, то присутствует удобный конструктор, в котором можно с легкостью создать чехол своей мечты, подарок для близкого человека или уникальный мерч. Самое классное, что чехлы и аксессуары отправят куда угодно, любым видом доставки и очень быстро. А нашим зрителям доступен промокод Image Game. На скидку 200 рублей для всех товаров. Поэтому обязательно загляни. Здесь ты точно найдешь свой идеальный чехол. Ссылку и промокод я оставлю в описании. Серия Метро. Почему я добавил всю серию? Потому что в этих играх единый сюжет, который делает из трех частей одну цельную и захватывающую историю. И при полном прохождении каждой игры данной серии, в целом уйдет более 100 часов. По сюжету в будущем произошла война, закончившаяся ядерной катастрофой. Основные действия происходят на станциях московского метрополитена, превратившихся в места обитания выживших. С городами-станциями, враждующими фракциями и мутантами. Помимо мрачных подземных локаций, порадуют и постапоклиптическим миром на поверхности, который кишит различными смертоносными тварями. Особенно тема поверхности раскрыта в метро Исход, где из узких коридоров метро нас отправляют на исследования разнообразных просторных локаций России. Persona 4 Неплохая JRPG, где мы выступаем в роли обычного японского школьника, который влез в непонятную историю и теперь совмещают обычную жизнь и великие дела. Причем у авторов получилось сделать часть обыденной жизни чуть ли не увлекательнее героической части. Сейчас в основном выходят игры на 10 часов контента, растянутые на все 50. И игроку очень быстро наскучивает заниматься тем, что предлагает игра. В персоне же постоянно идет движ. Вот у тебя есть расследование, тебе нужно спасать мир. При этом не забывать хорошо учиться, проводить время с друзьями, подрабатывать на стороне, развивать себя как личность лучших сторон, помогать окружающим, заниматься огородом, гладить котят, ловить рыбу и кучу-кучу других вещей. И все это сделано просто отлично. После того, как игра познакомит вас с основными героями, наблюдать за их взаимоотношениями всегда интересно. Занятий в игре очень много, иногда даже не успеваешь и приходится динамить некоторых персонажей. В общем, не стану слишком углубляться. Скажу лишь, что вокруг серии персона сколотился целый культ. И это действительно великолепная игра с интересным сюжетом и механиками на 100 плюс часов геймплея, которая теперь доступна и для ПК-пользователей. Пасфайндер Кингмейкер Изометрическая РПГ, где под контроль игроку дают отряд героев, каждый из которых обладает уникальными способностями. А удачное комбинирование умений, равно как и продуманный подбор снаряжения, будут определять успех каждого боя. Кроме того, в игре присутствует система управления целым королевством. Игроку предстоит заботиться о его развитии, безопасности, расширении, укреплении и благополучии подданных. Основной сюжет игры займет не менее чем на 40 часов. А полное прохождение с побочными квестами затянет часов на 100. No Man's Sky На релизе игра была не очень, но постепенно, благодаря куче апдейтов и нескольким глобальным дополнениям, игру наконец-таки довели до ума. Сейчас это действительно неплохая сюжетная песочница с множеством разнообразных механик. Нравится исследовать разнообразные планеты? Пожалуйста. Хочется устроить межзвездные войны? Находишь или покупаешь достойный космический корабль и вперед, истреблять все, что движется. Захотелось что-нибудь построить на очередной планете? Собери или купи ресурсов и строй хоть целые мегаполисы. Помимо всего прочего, в игре есть три тесно связанных с друг другом сюжетные линии. Рим Ворлд Это в первую очередь экономическая стратегия, и во вторую очередь шутер РПГ с видом сверху, где в реальном времени управляешь NPC и выбираешь кого и как атаковать, с активной кнопкой пауза. В начале игры три колониста, которых ты сами создал, терпят крушение на неизвестной планете, которая таит в себе кучу опасностей, с суровым климатом и со странными животными, от которых и не знаешь, что ожидать в первое время. И вот три твоих колониста приходят в себя и видят, что из ресурсов у них один пистолет, одна винтовка, нож и немного припасов на первое время. Главная цель – улететь с этой богом забытой планеты. В целом игра очень затягивает. Каждый новый заход по-своему уникален и способен убить массу времени. King's Bounty The Legend Тактическая стратегия с пошаговыми боями и RPG-составляющей. Образцовая игра отечественного производства. Красочная стилистика, божественная музыка и с душой написанные тексты погрузят нас в атмосферу сказки. Интересная боевка обязательно придется по вкусу любителям оригинальной King's Bounty или ценителям его прямого потомка серии игр герои. Только на основной карте герой здесь двигается свободно, а не пошагово. Сюжет, побочные миссии и диалоги с NPC очень хороши. Они интересны и разнообразны. Выполнены в фирменном пародийно-юмористическом стиле, полюбившимся нам еще с космических рейнджеров. Количество отсылок в игре просто зашкаливает. Игра не раз заставит вас, если не засмеяться, то уж улыбнуться точно. В общем, если пропустили, то поиграть стоит обязательно. В этом году, кстати, обещают выпустить долгожданное продолжение. Так что ждем с нетерпением. Нинокуни 2. Японская ролевая игра, действие которой происходит в сказочном королевстве. Здесь нам предстоит управлять сразу несколькими героями, приключаясь между ними в нужный момент. А основной задачей станет выполнение квестов и исследование большого открытого мира. Героям предстоит искать полезные предметы, а также посещать города и деревни, в которых можно найти интересных собеседников и пару побочных заданий. Выделяется боевка, которая, в отличие от большинства японских РПГ, здесь подана в реальном времени. Причем не абы как. Это динамический экшен с многочисленными видами атак, воздушными ударами и зрелищными комбинациями. Враги также не стоят на месте и постоянно атакуют. Особенно жаркими выглядят битвы с боссами, которые применяют неожиданные комбинации ударов и магию. В целом, это масштабная сюжетная РПГ с приятной картинкой, интересным сюжетом и несложным геймплеем. Disciples 2. Одна из лучших пошаговых стратегий, в которую я играл. В Disciples отлично проработаны все расы. Они совершенно не похожи друг на друга и в то же время очень хорошо сбалансированные. Бои проще, чем в тех же героях, из-за меньшего количества юнитов и отсутствия тактического поля. Но они заточены на знания противника и использование дополнительных преимуществ. Заклинания, зелья, артефакты. И скучнее от этого не становится. Кстати, о заклинаниях. Их очень много. Все разные и здесь снова проявляются отличия рас. Перечислять можно до бесконечности. Но единственное, что из этого следует, каждый раз, когда вы начинаете играть за другую расу, вы будете смотреть на игру совершенно под другим углом и найдете стиль, который вам по душе. Также хочу отметить мрачность игры, которая проявляется буквально во всем. Сюжет, диалоги, мир и отсутствие хэппи-эндов. А для вас вещал канал Image Game. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok